Уменьшение водопотребления и возможное повышение тарифов на холодную воду. Об этом говорили сегодня в ходе отчета руководства КП «Водоканал» перед общественностью. Подробности в нашем сюжете. Тариф на холодную воду не повышался уже несколько лет. Тем не менее, пока он экономически обоснованный, говорит директор коммунального предприятия. Однако вопросы повышения тарифов решаются в Киеве, в нацкомиссии. На сегодняшний день наш тариф экономически обоснованный, но тенденция, которая наблюдается, когда возрастают все цены на энергоносители, на химию, все дорожает и тариф должен немножко подниматься. «Водоканал» пока только готовит документы на повышение тарифа. Но директор Михаил Клюев говорит, что прежде чем их отправить, обсудят с общественностью. По прогнозам директора КП, еще года полтора тариф меняться не будет. В ходе своего отчета Михаил Клюев сетует, почти 70% коммуникаций изношены и требуют замены. В год необходимо менять около 50 километров труб, пока могут освоить только 10-12 километров в год. Из собственных средств выполнить полную реконструкцию не получается. Тем более, что долг населения за потребленную воду порядка 100 миллионов гривен. Да и водопотребление в этом году снизилось. Предприятия резко уменьшили свое водопотребление. Также экономят и физические лица. На самом деле устанавливаются массовые приборы учета. Меньше люди стали рассчитываться по нормам водопотребления, которые исполкомом утверждены. Вот эта все тенденция приводит к такому результату. Представители городских властей в целом довольны работой коммунального предприятия, которое является одним из немногих КП, работающих с прибылью. Однако есть и проблемы. Я откровенно, честно хочу сказать о том, что есть проблемные моменты, на сегодняшний день не решенные. Как то в части активизации процессов по реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, ну в том числе и за счет средств городского бюджета. В связи с нестабильным финансированием работы по этому поводу не приступили. Ну и за счет собственных средств предприятию необходимо эти работы также активизировать. Кроме того, проработать мероприятия касательно стабилизации финансового состояния, недопущения уменьшения объемов реализации продукции и усиления работы с потребителями. Из достижений КП «Водоканал» стабильная оплата труда, погашенный кредит ЕБРР и внедрение энергосберегающих технологий.